Убийца Сугмарин. Репортаж с нового корвета Тихоокеанского флота. Убийца Сугмарин. Репортаж с нового корвета Тихоокеанского флота. Андрей Станавов. В морской бой, поиски уничтожения подлодок, огневая поддержка десанта и противовоздушная оборона многозадачности новых российских корветов проекта 20380 может позавидовать крейсер. Эти скоростные и хорошо вооруженные корабли способны работать как по одиночке, так и в связке с эскадрой. Корреспондент РИА Новости поднялся на борт корвета Совершенный, обошел несколько отсеков и пообщался с экипажем. Лабиринты переходов. Низкая корма Совершенного издалека угадывается в ряду пришвартованных кораблей Корветы этого проекта выдают характерная угловатость и стремительность в обводах. Это не просто дань моде, а способ максимально снизить радиолокационную, акустическую и оптическую заметность за счет стелс-архитектуры. Корвет проекта 20380 Совершенный и парусник надежды в бухте Аякс возле острова Русский РИА Новости. Михаил Клементьев. Антенные посты на корвете проекта 20380 Совершенный. РИА Новости. Андрей Станавов. 1, 2. Корвет проекта 20380 Совершенный и парусник надежды в бухте Аякс возле острова Русский. РИА Новости. Михаил Клементьев. Пологий трап ведет на вертолетную площадку. Пространство до надстройки свободно от люков и выступающих элементов. На палубе нанесена яркая белая разметка. На надстройке рядом с воротами ангара поблескивает начищенная рында святая святых боевого корабля. Возможность брать с собой в походы боевой вертолет. Особая гордость экипажа корвета. Ангар для вертолета Ка-27ПЛ на корвете проекта 20380 Совершенный. РИА Новости. Андрей Станавов. Ворота в вертолетные. Ангар на корвете проекта 20380 Совершенный. РИА Новости. Андрей Станавов. 1, 2. Ангар для вертолета Ка-27ПЛ на корвете проекта 20380 Совершенный. РИА Новости. Андрей Станавов. Дело в том, что на большинстве зарубежных одноклассников совершенного базирования бортовой винтокрылой техники не предусмотрено как правило, площадки и ангары имеются лишь на кораблях классом от фрегата и выше. Сейчас ангар совершенного пуст во время стоянок вертолет возвращается на базу морской авиации. Ка-27ПЛ может и сам уничтожить подлодку, и выдать целеуказание нам, чтобы мы использовали торпедное оружие, рассказывает РИА Новости заместитель командира корвета Совершенный. Капитан-лейтенант Анатолий Лобастов. Мы неоднократно отрабатывали взлет, посадку и другие основные маневры. Летный экипаж четыре человека, но обычно на борт они прибывают с командой обеспечения. На корабле все сделаны так, чтобы летчики не контактировали с экипажем больше, чем то необходимо, у них отдельные каюта и санузел, определено свое время для приема пищи. Лобастов пояснил, что командира корабля капитана третьего ранга Дмитрия Блинова срочно вызвали в штаб, поэтому встретить журналиста поручили заму. После ангара он предложил осмотреть надстройку. В отличие от фрегатов проекта 11356, на корвете нет так называемых шкафутов вдоль бортов. Поэтому, чтобы перейти на носовую часть корабля, приходится буквально погружаться в лабиринты внутренних коридоров. Многочисленные выгородки, узкие двери, ведущие наверх и вниз трапы сухопутному человеку сориентироваться тут непросто. Пакет нужен. В одном из проходов у глаза бросается четырехтрубный торпедный аппарат, на вид куда более компактный, чем классические 533-мм. Станина поворотная, рядом прорезан прямоугольный люк для стрельбы. У нас имеются все виды вооружения для любого типа противника от подводного диверсанта до крейсера, объясняет замкомандира. Этот малогабаритный противолодочный комплекс МТК-пакет НК позволяет стрелять как стандартными торпедами, так и антиторпедами. На сегодня это революционная технология. Корма-корвета проекта 20380 совершенные. РИА Новости, Андрей Станавов. Для борьбы с вражескими торпедами в пакет заряжают реактивные противоторпеды с самонаведением. У комплекса собственная автоматизированная система управления и гидроакустическая станция целеуказания, которая вычисляет опасные для корабля объекты и выдает данные для их обстрела. От командира требуется лишь дать разрешение на применение оружия. Остальное система сделает сама. По словам разработчиков, пакет НК почти втрое снижает риск поражения торпедой корабля-носителя. Для ударов по субмаринам предусмотрены тепловые противолодочные торпеды «Малышка», разгоняющиеся до 50 узлов и уничтожающие подлодки на дальности до 20 километров. Впрочем, «Малышки» годятся и для обстрела надводных кораблей. «Ладно, идем дальше», — улыбается провожатый. Там еще много интересного. На сегодня это самый современный многоцелевой корабль ВМФ России. Чтобы сэкономить место на борту, конструкторы отказались от линейного расположения комплексов ударного оружия и разместили их крест-накрест. Такая схема применяется в американских, корейских, китайских и японских аналогах. Видеопуска ракеты комплекса «Уран». Одна такая ракета при удачном попадании способна пустить на дно любой надводный корабль водоизмещением до 5000 тонн. Всепогодная, не боится радиоэлектронных помех и находит цель в любое время суток. Из-за небольших габаритов и низкой высоты полета Х-35 сложно вовремя обнаружить и перехватить. Аналогичными ракетами вооружены береговые комплексы «Бал» и боевые самолеты морской авиации. Конечно, «Уран» уступает калибру по дальности и радиусу действия, отмечает Лобастов. Но у нас все же немного другие задачи, связанные с работой в ближней морской зоне. Возможностей Х-35 тут более чем достаточно. Мы регулярно взаимодействуем с другими кораблями, отрабатываем курсовые задачи, стрельбу. И хотя корабль только вводится в состав сил постоянной готовности, выходим в море не реже двух раз в месяц. Корветы проекта 20380 позиционируются как многоцелевые. Они могут прикрыть конвой от атак субмарин, вести бой с надводными кораблями, при необходимости встать на оборону побережья или заблокировать вражеский флот в собственной базе. Носовое 100-мм орудие А-190 на баке «Корвета» совершенные. РИА Новости, Андрей Станавов. Автоматическая пушка А-190 на носу «Корвета» совершенные. РИА Новости, Андрей Станавов. 1, 2. Носовое 100-мм орудие А-190 на баке «Корвета» совершенные. РИА Новости, Андрей Станавов. Хотя пушка и автоматическая, ею все равно нужно управлять, принимать целеуказания, нажимать на педаль, объясняет РИА Новости командир артиллерийской батареи лейтенант Михаил Колдобин. Сама она стрелять не будет. Точную дальность раскрывать не стану, но цели на удалении до 20 километров мы достаем уверенно. После 15 выстрелов автоматически включается система охлаждения ствола. Она тут водяная через шланг закачивается за бортная вода. Лейтенант Колдобин родом из Калининграда, окончил артиллерийский факультет Балтийского военно-морского института. С улыбкой заявляет, что вверенное ему артиллерийское оружие самое главное и традиционное на любом корабле. У лейтенанта в подчинении 8 человек орудийной прислуги, отвечает он сразу за три пушкины САВУА-190 и две шестиствольные АК-630М, установленные ближе к корме. Эти небольшие с виду орудия производят 5000 выстрелов в минуту. Блоки стволов охлаждаются вращением. Бьют как по кораблям, так и по самолетам на коротких дистанциях. Пусковые ячеи. Ки-зенитных ракет ЗРК идут на корвете совершенные. РИА Новости, Андрей Станавов. Шестиствольная пушка АК-630М на борту корвета проекта 20380 совершенные. РИА Новости, Андрей Станавов. 1, 2. Пусковые ячеи. Ки-зенитных ракет ЗРК идут на корвете совершенные. РИА Новости, Андрей Станавов. 12 ячеек с управляемыми зенитными ракетами компактно размещены в носовой части корвета на возвышении прямо перед ходовой рубкой. Ребята с корвета. Вообще, в плане компоновки корабля у моряков вопросов к конструкторам нет. Численность экипажа более 100 человек. Все проходят службу по контракту. Офицерский состав располагается в двух местных каютах. Мичманские каюты разные, вмещают от двух до шести человек. Контрактники ночуют в кубриках, самый вместительный на 16 человек. На ходовом мостике корвета проекта 20380 совершенные. РИА Новости, Андрей Станавов. Кают-компания корвета совершенные. РИА Новости, Андрей Станавов. В отсеках корвета проекта 20380 совершенные. РИА Новости, Андрей Станавов. В кубриках экипажа на корвете проекта 20380 совершенные. РИА Новости, Андрей Станавов. В каютах корвета проекта 20380 совершенные. РИА Новости, Андрей Станавов. Масштабная модель эсминцы совершенные. Подарок экипажу «Корвета», проекта 20383, РИА Новости, Андрей Станавов. На борту «Корвета», проекта 20380, Совершенный. РИА Новости, Андрей Станавов. 1, 7. На ходовом мостике «Корвета», проекта 20380, Совершенный. РИА Новости, Андрей Станавов. Для приема пищи и совещаний две традиционные кают-компании для офицеров и митчманов. Команда обедает в столовой, в три смены Питание на корвете четырехразовое, вина не положено Эх, если бы вместо четырех дизелей от локомотива у нас стоял ядерный реактор Дело с вином обстояли бы лучше, шутят моряки На море правила простые нет реактора, нет вина Впрочем, есть исключение дизельные подлодки На новом корабле служить лучше, все сделано, как надо Убежден электрик зенитно-ракетной команды старший матрос Тимофей Дремов Раньше я ходил в море на рейдовом тральщике, там экипаж всего 10 человек А на корвете чувствуется большой коллектив Все же корабль второго ранга Тимофей вообще не немногословен, все больше молчит, осторожничает Украдкой поглядывая на бейдж с надписью пресса Говорит, сам из Новосибирской области, срочку служил в Хабаровске Потом подписал контракт и попал на корвет Сейчас следит за электропитанием зенитного комплекса С флотом расставаться не собирается Корветы проекта 20 380 громкие и совершенные У стенки во Владивостоке Рия Новости Андрей Станавов Корветы проекта 20 380 совершенные и громкие и На фоне Золотого моста во Владивостоке Рия Новости Андрей Станавов Ходовой Мостик однотипного совершенному корвета громкие и Рия Новости Андрей Станавов Несовая артустановка A 190 на однотипном совершенному корвете громкие и Рия Новости Андрей Станавов 1, 4 Корветы проекта 20 380 громкие и И совершенные У стенки во Владивостоке Рия Новости Андрей Станавов. В дальние походы мы ходим почти ежегодно, регулярно участвуем в крупных учениях, подчеркивает Лобастов. В этом году выходили на Международные российско-китайские учения «Морское взаимодействие-2019». По уровню обученности идем с китайскими коллегами ноздря в ноздрю, что неплохо для союзников. В чем-то лучше мы, в чем-то они. Нам есть чему поучиться друг у друга. Всего Минобороны России заказала промышленности 10 корветов проекта 20380. Шесть уже введены в состав ВМФ-4 несут службу на Балтике, стерегущей, сообразительной, бойкий и стойкий, два на Тихоокеанском флоте. Еще четыре достраиваются. Дальнейшее развитие этих корветов проект 20385, вместо урана вооруженный более дальнобойным и универсальным калибром. Впрочем, как сложилось исторически, главное оружие российского военного флота – это не пушки, ракеты и торпеды, а люди, которые служат на боевых кораблях. Люди, не представляющие свою жизнь без моря и Андреевского флага на корме. Вернутся на главную и вернутся в начало. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова